Так, запись началась. Hi my students, с праздником вас Победы! Поздравляю с праздником Великой Победы над фашистскими захватчиками! Ну и не теряя время, даром приступим к рассмотрению наших вопросов, касающихся Лебница. Вопрос о пространстве Лебница и Ньютона, о противостоянии, крутом противостоянии Лебница и Ньютона по вопросу о пространстве. О чём здесь речь идёт? Известно, что с древних времён пространство понимали по-разному. Одни учёные, ну, допустим, Демокрит, Эпикур, Лукреций, а после них Ньютон, считали, что пространство есть абсолютное, пространство пустое, неделимое и так далее. И в нём ничего нету, а располагаются какие-то предметы, и причём этих предметов меньше по сравнению с объёмами этого пространства. А другие учёные, последователем которых являлся Лебница, они считали наоборот, что пространство без материи не имеет смысла, и что пространство, как и время, это вещи сугубо относительные. Теория относительности, помните? Так это не Эйнштейн, это Лебница. Лебница и его учителя. С Лебницы начинаем мы считать в современных обозначениях дифференциальное числение и интегральное числение. Современное обозначение дал Лебница. И современные понятия и терминологию. И одновременно тоже делается с теорией относительности. То есть он дал первый в современной физике, в современной интерпретации понятие пространства и времени как относительных величин. И вот мы сейчас этот вопрос рассмотрим. Пространство мы знаем, что разные учёные по-разному понимают. Математики по-своему понимают пространство. Физики по-своему. И философы, которые делятся, как известно, на дву в раздувающих лагерях, они тоже по-другому понимают это пространство совсем по-иному. Ну, мы сначала осмотрим математические пространства, которые являются моделями для построения математических моделей, рассматриваемых физических явлений. То есть математическую эту базу подводят по физические эксперименты, которые есть в практике. И вот здесь пространство первое, это Евклидова. Оно исторически вытекает из геометрической теории Евклида. И есть трёхмерное оно, это пространство. И кроме того, вот оно долго существовало, много веков, пока не появились Лобачевский, Бои и Римман и другие, которые придумали совершенно новые пространства, новые геометрии. Они уже, там другая совсем метрика и координаты не прямолинейные, не Декартова. Ну, мы с вами тоже, как студенты, мы можем каждый по своему пространству придумать. Для этого достаточно взять любую поверхность, которая не была, которую ещё не рассматривали. Если вот, допустим, пространство Лобачевского на сфере, пространство, предположим, Риммана, там, Бои и на седле, то можно взять любую другую поверхность, допустим, из вращения вольвента или любой спирали, вращение спирали вокруг некоторой оси. И вот на этой спиральной поверхности мы можем построить своё пространство. Поскольку спиралей много, то на каждого из наших студентов хватит по своей геометрии. И там будет своя метрика, свои углы, свои синусы, свои косинусы. И своё соотношение треугольника. Далее математики рассматривают многомерные пространства. И вклидово, и не вклидово. Векторное, Гильбертово-Римманово, функциональное, топологическое и так далее. Я могу перечитать здесь много, потому что математиков много. И у каждого бесконечное число вот этих вариантов игры, вот этой математической игры, которая для физики, для практики зачастую мало, никакой роли не играет. Кроме того, рассматривается ещё практически важная такая теория, это пространство, как множество объектов. Это уже современное понимание. Здесь для практики больше мы получаем практических ощущаемых результатов. Здесь пространство понимается как независимые точки, в том числе могут быть фигуры, функции, состояние физической системы. Особенно вот это важно для теории автоматов. Здесь мы имеем большие практические применения и выход большой в практику. Как вот такое пространство в состоянии некоторого автомата. Конечного автомата. Конечного или бесконечного. Дальше примеры пространства математических. Это метрическое пространство, которое, как известно, обладает метрикой, то есть в котором определены расстояния, длины отрезков. Пространство событий. Об этом я только сейчас говорил. Пространство событий. Да, пространство событий ещё понимается как пространство в четырёхмерном пространстве Менковского. Там, где вот мы пространственные координаты соединяем с временной координатой, получаем четырёхмерное пространство Менковского. Это пространство событий. Там есть прошлое, настоящее и будущее. Фазовое пространство. Совокупность всех состояний рассматривать как точки этого пространства. Но об этом я говорил. И дальше пространство, время, форма существования материи. Это уже философия. Нам философии дают. Ну и как с точки зрения Декарта мы должны здесь и с точки зрения Лемнице мы должны здесь взять какое-то начало отсчёта. И вот что касается начала отсчёта, здесь очень интересная вещь. Если мы вот таким подходом будем рассматривать теорию Большого Взрыва, то мы здесь упрёмся в тупик большой. Здесь философский тупик в первую очередь. Почему? Потому что вот Большой Взрыв. Мы считаем. Некоторые учёные считают. И мы за ними следуем. Вот Большой Взрыв произошёл и появилось пространство, и появилось время. А раньше этого не было. Так Большой Взрыв он где произошёл в итоге-то? В каком месте он произошёл? Значит, в пространстве более... Нам отвечают, пытаются вывернуться. В пространстве более высоких метрик. То есть, если взрыв произошёл, допустим, в четырёхмерном пространстве, то он образовал четырёхмерное пространство. Значит, он произошёл в пятимерном пространстве. Калуцца и так далее. Калуцца, например, в пространстве Калуцца. Но пространство Калуцца экспериментально опровернуто. Другие пространства, пятимерные, более другой размерности, экспериментально пока подтверждения не получили. Хотя в математике, в геометрии, в высшей геометрии рассматриваются следы этого пространства в четырёхмерный мир. Проекция этого пространства. Так вот, Демокрит, Эпикур, Лукреций. Это в древности древние такие люди были. Посмотрите их вот в интернете. И за ними Ньютон, кстати, тоже следовал, что они предполагали, что есть пространство, как независимая сущность, как независимая субстанция, если так поражаться, или чувствилище Бога, или, может быть, как говорится, место сенсорного восприятия материи. Что там располагается у него чувствилище у Бога в этом пустом пространстве. И далее он чувствует, где какой предмет ему разместить. То есть само пространство, оно без материи считалось. Ну вот Ньютон опровергнут сегодня на 100%. Раньше считалось, например, что между Луной и Землёй вообще никакой материи нет. То сейчас уже экспериментально доказано, что в каждом кубическом метре межпланетного, даже межзвёздного пространства, находятся какие-то элементы, какие-то куски материи. Кроме того, поля всевозможных частот находятся вот в этом пространстве. Поэтому Ньютон вот этого избегал. Почему он избегал? Это мы сейчас понимаем. Потому что он строил математическую модель. Ему надо было устраниться от всех посторонних факторов и упростить задачу до минимума. И рассматривал он свою теорию как феноменологическую, как феномен. В частности, теория тяготения. Как не допытывался Левниц? Почему это вот теория? Чем обусловлена эта сила? Если Ньютон считает, что пространство между Луной и Землёй пустое, то и в то же время Ньютон же там утверждает в своём труде, что без посредника взаимодействия не может быть. А если нет посредника, то какая сила удерживает на орбите Луну? Почему она покасательная, не улетает вообще в сторону? Если нет посредника между Луной и Землёй, нет среды, нет субстанции, то, соответственно, и взаимодействия нет. На это Ньютон отвечает Левницу. Я говорю, не знаю, почему это происходит. Но он честно отвечает, действительно он не знает. Ну и сейчас вот кому не задают, если кто знает, то его можно лишать, знаю, академика, сразу. Можно ему корочки эти все зарубать и лишать всех привилегий, если он знает, за счёт чего вот это тяготение происходит. Это уже такой критерий, оселок, шарлатан учёный или не шарлатан. Который знает он шарлатан. Это точно. Вот как Левница отвечает Ньютону. Не бывает действия без противодействия. Это Ньютон пишет. А Левница ему отвечает. Если пространство пустое, то почему Луна не улетает по касательной? Посредством чего действует сила тяготения? Ньютон отвечает в своём труде «Математические начала натуральной философии», который, кстати говоря, имеет прекрасный перевод академика Алексея Николаевича Крылова. Великолепный перевод академический. Кстати говоря, вот труды Ньютона переведены идеально. Вот такими столпами, как Крылов, ну, можно считать, Вавилов ещё, Сергей перевёл оптику. Сергей-то перевёл оптику, да. Вот эти два труда краеугольных камней Ньютона, они переведены удивительными людьми, которые в совершенстве владели материалом. А вот труды Левница здесь переводчики, как говорится, очень сильно подвели. Переводы ужасающие. Вот даже четырёхтомник я смотрю, это ужасные переводы, ужасные вот это вот Диккенсовские фразы, Диккенсовские буквально, и немецкое вот это нагромождение, оно почти в букву в букву переведено. Так переводить классиков нельзя. Это всё надо пересматривать. Должны быть такие же люди, как Крылов, как Вавилов, и они должны Левнице, это все его письма, всё перевести досконально. Тогда мы получим современную науку, непротиворечивую. Далее, вот мы пишем, что признаки же этих свойств, силы тяготения, я до сих пор не мог вывести. Из явлений, гипотез же я не измышляю. Вот пишет, как вот это Ньютон. Вот здесь он честно. Пишет, что не мог, до сих пор не мог. С другой стороны, это такая фундаментальная вещь, вот пространство, что в мире, вот пишет даже Левнице, что в мире не существует ничего, кроме ума, пространства, материи и движения. Ну, это касаемо материального мира и его существования. Что-то, которого мы считаем идеалистом, это Левнице, он более материй, с чем те, которые считают себя идеалистами, вот, религиозниками, как Ньютон и так далее. Почему Маркс и Энгельс отмечал все время Левнице, как диалектика, даже материалистом можно считать. Это основа. И вот он как определяет, что пространство, есть бытие первично протяженное, или математическое тело, то есть такое, которое не содержит в себе ничего, кроме трех измерений, есть вообще место всех вещей. Это вот он оправдывает, объясняет, как бы он с точки зрения Ньютона объяснил вот это свое математическое начало. То есть пространство можно понимать чисто математически, как мы с вами ранее вот и рассматривали. Но для этого надо постараться. А материя есть бытие в пространстве, даже не бытие, а событие предметов, или бытие, сопряженное с пространством. А движение есть перемена пространства. Вот это так пишет Левнице в письме к якобу Тамазию. К якобу Тамазию. А время есть не что иное, как величина движения. Ну, это с другой стороны. Величина движения. И вот в конце жизни Левниц, будучи честным человеком, он как честный человек, всегда выступал всю жизнь. И в конце его смутил такой факт. Да. А, погодите, ребята, я читаю лекции, не надо мне мешать. Вот. И это самое под конец жизни его возмутило то, что хозяин, которым он служил, это Курфюрст. Курфюрст, который стал потом царю, королем Великобритании. Это Джордж Первый, Георг Первый. В честь кого? Джорджи, штат назван и так далее. И вот он, как служивший у этого Курфюрста Джорджа Первого, как честный человек, он пишет через принцессу Уельскому вот этому Джорджу письмо. Вот, мол, в вашем королевстве появилась такая смута, что люди начали заниматься материализмом, считать душу и Бога материальными, а пространство считают пустым, наоборот, и это безобразие противоречит всякой метафизике и натуральной философии. То есть, он дает сигнал своему хозяину, что у тебя за окружение вот эти масоны, вот этот Ньютон и так далее. Вот, и он пишет, вот смотрите, что он пишет. «Господин Кларк, капеллан короля Великобритании и один из тех, кто окружает господина Ньютона, вступил со мной в спор, защищая своего учителя, Ньютона, то есть, госпожа принцесса Уильская выразила желание познакомиться с существом нашего спора. На днях я послал ей доказательства того, что пространство, которое для многих является идолом, идолом трибус, на самом деле не является ни существующим, ни абсолютным бытием, а представляет собой, как и время, некоторый порядок, то есть, относительный порядок. Вот почему правы были древние, когда они называли пространство вне мира, то есть, пространство вне тела воображаемым, это он пишет вот Лемец в письме к Рамону из Ганновера 27.03.16 года. Это практически за несколько месяцев до своей гибели. Вот он послал такой сигнал. И дальше он пишет опять же вот Рамону. Я начну с переписки к Рамону. Господин Кларк, а точнее господин Ньютон, чье учение отстаивает господин Кларк, затеял со мной философский спор. Мы обменялись уже несколькими посланиями, причем госпожа принцесса Уельская любезно согласилась быть посредницей в нашем переписке. Король милостиво заметил мне, что господин Аббат Канти когда-нибудь приедет в Германию и обратит меня в истинную веру. Посмотрим. Вот так дословно пишет Лемец. то есть его сигнал не был уже воспринят в Англии. И наоборот бывший его Курфюрст полностью обмасонился, в эту самую систему вступил и он уже пытается своего слугу бывшего Лемеца обратить уже в новую веру, которую он там уже получил в Англии, вот в это масонское мировоззрение. И вот Лемец на это смотрит посмотрим. То есть у него установки твердые, последовательные, они от родителей, от предков у него идут. И он непоколебим в своей вере, в своих установках религиозных. Вот это он пишет 16 августа 16-го года. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь за три месяца до как говорится отравления его масонами. Ну, это мое предположение, но факты все говорят об этом. Далее он пишет. Господин Кларк и я удостоились чести иметь в качестве посредницы в нашем деле госпожу принцессу Уэльскую. Я послал свой четвертый ответ, то есть пятое письмо, это Лемеца, и ожидаю его ответа с тем, чтобы привести в порядок все свои доводы, ибо в последнем письме я был чересчур многословен, желая быстрее закончить спор. То есть он был не сторонник споров, а приводил подробно свои действия, излагал подробно, чтобы исчерпать все моменты этого спора. вот таким образом мы видим, что он сигнализировал Рамону, а в письме Рамона мы видим следующие моменты, что во-первых, этот Курфиус, который стал королем Англии, он открестился от Лемницы, полностью положился на мнение Ньютона, которое мы сейчас вот знаем, оно полностью опровергнуто, пустого пространства не бывает. И соответственно, мы теперь видим, что какие предостойки, и теперь этот король Великобритании пытается его в новую веру обратить, в истинную веру, как он считает. Теперь мы обращаемся непосредственно к переписке с Кларком, как Лемниц переписывается с Кларком. Ну, здесь переписка этому очень многоплановая, она занимает много плоскостей, тут и пространство, и время, и материя, и логика. Поэтому для того, чтобы легче анализировать вот этот весь материал, хотя переписка не такая большая, но она по составу очень насыщенная, по своему философскому и научному составу она очень насыщена. Поэтому вот мы взяли здесь такое, вот, о пространстве в переписке Лемница с Кларком. И вот такую табличку составили. Номер письма, кто пишет Лемниц, кто отвечает Кларк. Вот в таком виде мы сейчас с вами и просмотрим вот эту всю переписку. И какое-то заключение вы дадите сами себе, исходя из своей уже базы знаний. Вот первое письмо он сигнализирует, когда Лемниц сигнализирует через принцессу Ельскую сигнализирует Королевскому двору, что там у вас вообще смута в философии. Пошли Буцефалу служить, то есть эту не Буцефалу, а Люциферу. И вот пишет Ньютон говорит, что пространство это орган, которым Бог пользуется, чтобы воспринять вещи. Таким образом по Ньютону пространство не зависит полностью от Бога и не является его творением. Делает вывод Лемниц. На это Кларк ему отвечает в своем первом письме. Бесконечное пространство является, так сказать, чувствилищем, сенсориум вездесущего существа. То есть он подтверждает слова Ньютона о том, что вот пустое пространство и в то же время оно сенсориум. Второе письмо Лемниц пишет. В приложении к оптике господина Ньютона специально замечается, что пространство является чувствилищем Бога. Однако слово сенсориум всегда означало орган чувственного восприятия. То есть это орган. На что Кларк отвечает во втором письме своем. Слово сенсориум соответственно означает не орган, а место ощущения. Место ощущения еще должны органы нести, а потом уже что-то там почувствовать в этом пустоте. Тоже это вообще чушь невообразимая. С моей точки зрения вы может быть по-другому считаете. Вот дальше третье письмо. Эти господа таким образом утверждают, что пространство реальное абсолютное существо. Ну он понимает правильно Лемниц. Но так как пространство имеет части, то есть пространство же можно разделить на части, то оно не соответствует о понятии Бога. Это тоже вполне 100% идеально, потому что Бога нельзя разделить на части, и ни одно из его чувств чувствились, как они тоже нельзя разделить на части. Метрику дать пространству это чушь, а тем более мы метрикой это Ньютон пользуется, экфлитовой метрикой пользуется. И вот дальше Лемниц пишет в третьем письме я считаю, что пространство так же как и время чем-то чисто относительным пространство, порядком существования, а время порядком последования, порядком последования. То есть, как мы говорили, что это вот состояние, смена состояния, вещи относительные, пространство и время у Лемницы строго относительные. Эйнштейн это в помойное ведро. И он не первый это теория относительности, так что не надо это муму пороть этим масонам, сионистским мудрецам, выпячивать на костях Лемницы эту теорию относительности. Давайте смотреть трезво. Пространство дальше Кларк отвечает. Вот посмотрим, как он Лемница отвечает третьем письме в своем. Пространство не есть вечная и бесконечная сущность, а является свойством или следствием существования бесконечного вечного существа. Бесконечное пространство это неизмеримость, неизменность, это не Бог, это не Бог. То есть если ты до сих пор считал, что это чувствилище Бога, и в то же время оно является не вечное и бесконечное, значит у Бога можно какой-то орган чувств отнять или место чувствования, чувствилище отнять и оно будет значит можно по частичкам Бога общипать ему за бороду и всю бороду ему выщипать вместе с этим пространством и чувствилищем и так далее. Это абсолютная чушь. Ну с моей точки зрения нелогично, совершенно нелогично. И дальше Кларк пишет, что пространство и время является количествами. Чем положение и порядок не является. То есть с одной точки зрения он считает, что пространство нельзя делить, а с другой стороны они у него появляются количествами. То есть если количество, то можно их измерить, значит можно разделить. Можно разделить на элементы меры какой-то. То есть тоже с моей точки зрения нелогично, не знаю как с вашей. Далее смотрим. Четвертое письмо Лебница. Если пространство представляет собой свойство или атрибут, то оно должно быть свойством какой-нибудь субстанции. Если бесконечное пространство представляет собой неизмеримость, то есть конечное пространство будет измеримостью. Пустое пространство есть атрибут без субъекта, протяженность без протяженного. Если пространство есть свойство, то это приводит к порядку вещей. То есть вот опираясь на противоречие вот этого Кларка, он опять поясняет свою точку зрения, что пространство есть порядок вещей, о чем что вытекает из рассуждения самого то она уже не свойство или качество, а является субстанцией, то есть какой-то подстанцией материи, самих субстанций и неподвластных переменам. Неподвластных переменам. Абсурд, когда говорят, что бесконечное пространство не имеет частей. То есть он сам, Кларк, противоречит, он говорит, что там пространство, время, это количество. А сенсориумы угекления и скрапулы по Декарту шишковидные залежа типа сенсориума. Но он уже объясняет Кларку популярно, что чувствилище в человеке является шишковидная железа в его головном мозге. Это он уже начинает ему популярно объяснять Кларку. И далее пишет Лебниц, пространство это место вещей, а не место божественных идей, если только не связать его с Богом, превращая его в мировую душу. То есть вот Лебниц, это материалист, диалектик. Здесь уже рассуждение диалектика материалиста. Пространство делает возможным само расположение тел. То есть это просто возможность расположения размещения тел. Если бы вообще не было созданных вещей, то пространство и время имелось бы лишь в идеях Бога. То есть это было бы чисто воображаемая вещь, не существующая в природе, если бы не было материи. Ну чем Лебниц не матерились? И в то же время он же Бога не отрицает. Потому что у него свои видения, свои объекты, то, что Бог дал нам в ощущениях, он рассматривает вот эти вопросы. А что касается «не поминай Бога в суе», здесь Лебница абсолютно прав. Вот что отвечает Кларк в своем четвертом письме. Чем он аргументирует, чем он покрывает, какими козырями, сейчас посмотрим. Вот пустое пространство свойства бестелесной субстанции. Бестелесной субстанции. Здесь новое уже, что-то новое. тела существуют в бесконечном пространстве. То есть пространство бесконечно, бестелесное и в то же время это субстанция. Во всяком пустом пространстве несомненно присутствует Бог. Так как может быть много других субстанций, нематериальных субстанций. То есть он допускает существование еще субстанций, но нематериальных. Ну, известно, что раз субстанция, значит, этот термин относится к материи, а не материальные вопросы здесь эклектика, наложение идеального на реальное. Здесь нельзя это рассматривать, эклектично так. Дальше он пишет, Кларк, пространство не субстанция, а атрибут. Вот дальше опять себе противоречит. Сначала он говорит, что пространство это не материальная субстанция. И в этом же письме пишет, что пространство не субстанция, а атрибут, свойство неизмеримо, неизменен, неизменяемо и вечно. Пространство таким образом в самом себе существенно единое, абсолютно неделимо. Пространство и время суть величины, а положения и порядок нет. То есть почему-то нельзя-нельзя расстояние между предметами измерить по согласно Кларку. Это странно. Однородность всех частей пространства не является аргументом против способности Бога в каждой части действовать по своему усмотрению. То есть опять здесь наложение тут материального и божественного, тут когда нечем, как говорится, нечем крыть, хадис Бубей. Так и он тоже Бога здесь вспоминает. Это некорректно, некорректно в таком философском споре. Пространство является местом всех вещей и всех идей. Между Богом и миром не существует единства. Вот здесь вот это тоже интересно. Пространство не есть, просто порядок тел. Ссылается на вакуум в опыте от Тагерики. Вот тогда, кстати, от Тагерики, знаменитый опыт, это вот они так все вспохватились, вот эти масоны. Они считают, что вот оно же, пространство пустое. Полушарии-то они схлопываются, никак их не растянешь. Значит, внутри-то ничего нету, атмосфера давит на полусферы, и невозможно их растащить. Там, мол, ничего нету. На это Ленин справедливо отмечает, что там обязательно что-то есть. Потому что в материале этих полусфер содержатся поры. Из этих пор какие-то частицы, какие-то флюиды туда и поля процеживаются сквозь эти, значит, сферы Тагерики. И вот он как раз опровергает это, значит. А здесь утверждает, что вот Тагерики показал. То есть это использование эксперимента недобросовестное. У нас, кстати, вот этим занимаются физики-ядерщики. Все время недобросовестное вбрасывание эксперимента. И недобросовестная их интерпретация. Без анализа ошибок, трансформированных, принципиальных, инструментальных, случайных, систематических и так далее. Вот о чем мы в предыдущих лекциях говорили. Вот о погрешностях участвительных приборов. Эта теория, она касается всех экспериментов, всех приборов. У всякого прибора есть принципиальные, трансформированные, инструментальные погрешности. Ничто это не рассматривается вот в этих коллайдерах. Я не буду выражаться сильно в этих самых авантюристических экспериментах, которые вот именно делают последователи вот этих вот люцифериан, этих ньютонианцев. Для доказательства своих несуществующих истин. Несуществующих. Вот мы рассмотрели с вами переписку Кларка. Далее, что касается вот письмам Крамону, которые вот Лебнец пишет, письма Крамону, то это очень важно и знаменательно. И оно подтверждает тот факт, что вот эта переписка с Кларком, она сыграла Кларк, кстати говоря, я забыл отметить, что он являлся духовником как раз короля Джорджа этого первого, который вот штат Джорджия в Америке и так далее, который вступил в эту массунскую ньютоновскую ложу. И вот этот Джордж, значит, вместо благодарности, что Лебнец его фактически спасал от этой вот ерести своими письмами, он его пытался обратить вот в свою, в эту новую религию, в эту выстинную, которую он считал в истинную религию обратить. Ну и в конце концов, поскольку Лебнец он же не поддался, тот же видно из письма Крамона, из писем Крамона, он не поддался, он посмотрим, скептически так с улыбкой чувствуется говорил. Ну а поскольку слуга-то у Лебнеца был уже, как говорится, нанятый товарищ вот от этих же, от этого же курфюрсов этих, и он единственным у него был слуга, который фактически его и кормил, то судьба... Но это равносильно то, что вот Иосиф Виссарионович доверился бы своему заклятому врагу, там, кто его там, Хрущев отравил или кто, или Жуков, или они вместе, Хрущев и Жуков. И вот та же ситуация и получилась. Буквально через месяц, через два, Лебнец он даже и не жаловался потом на болезни, потому что у него это всё прошло, и вдруг он получил обострение этих же самых болезней, которые у него случились. От этого обострения он неожиданно вдруг скончался. Вот это конспирологическая идея, поскольку, ну, мы видим, что эти же самые иллюминаты, они систематически уничтожают учёных. Очень много уничтожено учёных-ядерщиков, о чём Саль Сергей Арбертович всё время говорит в своих роликах на Ютьюбе. Систематически уничтожают по всей планете, уничтожаются уже учёные, которые нашли какой-то элемент истины, даже зёрнышко истины они нашли, и они уже понадобежат уничтожить. Почему? Вот Ньютон, взять его историю. Ведь он же ведь своё интегральное исчисление, вот эти флюксии, они же не пошли сейчас флюксии, геометрическая интерпретация. Он же слезал это всё. И он следовал следующей позиции. Он никогда не публиковал при жизни истинного автора. Он держал это, как говорится, солил эти произведения, а уже когда авторы те скончаются, он тогда публиковал свои вот эти, ну не свои, а вот от этих авторов, своих учителей труды. Вот это у него манера была. Также с оптикой он поступил. Он свою оптику мариновал, мариновал, десятилетиями, пока не скончались все, кто принимал участие в её разработке. И тогда он от своего имени вот это вот опубликовал. Так же действовали и другие. Вот Эйнштейн. Он откровенно ничего не стесняясь от имени Панкаре, там и других, Герца, Хевисайда и других, и Максвилла. И без ихнего участия всё это дело публиковал. И дальнейшее всего исследования их, этих уллюминатов, были основаны на воровстве. Вот таким образом. Так же поступала вся фашистская Германия, которая обворовывала мир и физически, и интеллектуально. Но ей в 45-м году, сегодня 9 мая, пришёл конец этой гитлеровской фашистской всей машине. Ну, желаем также, чтобы мир расправился и с уллюминатами, которые ответственны за воровство, за коррупцию, за наркомафии и за теорию золотого миллиарда. Вот желаем тоже миру всему победить вот эту вот фашистскую заразу и лиминатство. Всего вам доброго.